Всем привет, я Макс. И сегодня у нас на обзоре SSD диск от компании Kingdian. Данный SSD диск куплен в Китае на Алиэкспрессе и лично мне он пришел в Россию по почте за 17 дней. Упакован данный диск был обычно в китайский почтовый конверт и в фирменную упаковку внутри конверта. В комплекте кроме диска ничего не было, как обычно. Сам диск имеет полностью алюминиевый корпус, форм-факторе 2,5 дюйма. Вес довольно маленький, всего лишь 45 грамм. Вначале конечно же стоит сказать для чего вообще нужен вам SSD диск. Назначения могут быть разные. К примеру, его используют как флешку и носят с собой, чтобы хранить нужную информацию. Либо используют в профессиональной сфере для записи данных, например в видеосъемке в профессиональных камерах. Ну последнее для чего его покупают большинство людей, так это для установки в свой компьютер, либо в ноутбук, чтобы ускорить его или дать вторую жизнь. Назначения могут быть разные. К примеру, его используют как флешку и носят с собой, чтобы хранить нужную информацию. Либо используют в профессиональной сфере для записи данных, например в видеосъемке в профессиональных камерах. Ну последнее для чего его покупают большинство людей, так это для установки в свой компьютер, либо в ноутбук, чтобы ускорить его или дать вторую жизнь. Лично я для этого и покупаю. И данный SSD диск у меня лично будет служить для операционной системы, рабочих программ и также файлов. Ну а сами мои архивы, то есть файлы, фотографии, видео и другое, у меня лично находятся на обычном HDD диске. Вот такого вот формата. Это надежное хранилище для вашего архива. Ну не такое быстрое, в отличии от SSD. То есть применение именно SSD накопителя будет уместно для ускорения работы вашей системы в разы. Конечно же вы можете хранить данные и на SSD диске в больших объемах. Если вы можете себе позволить купить эти самые большие объемы. И вам нужна большая скорость для этих самых данных. Что касается тестов, то все просто. Скорость диска можете увидеть на экране. Она стандартная около 500 мегабит. Запись и чтение так же примерно. Что касается сравнения, то наглядно. Например обычный HDD диск со скоростью шпенделя 720 оборотов в минуту показывает результаты 175 мегабит записей и чтения. То есть в 3 раза или почти в 3 раза данный диск SSD быстрее, да и любой другой SSD диск будет быстрее. Также стоит сказать, что если вы купили данный диск и скорость ниже в 2 раза, то у вас просто материнская плата с поддержкой только SATA 2. Либо вы вставили диск не в тот порт. А данная скорость до 600 мегабит доступна только при поддержке SATA 3. Проверить данную поддержку можно просто заглянув в ваш системный блок. Либо на сайте производителя. Лично у меня на материнской плате выделено 2 разъема под SATA 3. Остальные 4 разъема под SATA 2. Также я протестировал запись данного диска при копировании больших файлов. К примеру 5 гигабайт. Можно заметить скорость довольно высокая, но это не удивительно. Диск еще новый, не забитый, никакой информации. На других моих SSD дисках фирмы Corsair или SanDisk у меня одинаковая скорость в начале. Также 300-400 мегабит, потом она опускается до 60. Но сами диски работают отлично, система на них работает прекрасно. Так что по этой скорости из тестов, и так как быстро грузится и работает сама система Windows, точно можно сказать одно. Операционная система Windows 10 или ниже будет запускаться куда быстрее с SSD. И также работать быстрее будет в браузере и запускать приложения. И конечно же игры работать будут быстрее. Например, прогрузка карт в той же самой игре будет гораздо быстрее, чем на обычных простых HDD. Все это благодаря скорости SSD накопителя. В итоге данный диск стоит недорого. За 240 гигабайт я лично заплатил 1900 рублей, заказывая в Китае. Также есть и другие объемы, вы можете выбрать по своим соображениям. Из всех китайских фирм я лично рекомендую все же выбрать Kingdian. Так как это не так называемый ноунейм, как можно подумать, это пожалуй одна из лучших и популярных фирм в Китае по производству SSD накопителей. И в данном диске стоит контроллер от фирмы Silicon Motion, который вы также можете встретить в известной вам фирме диска. Например, недорогой бюджетной фирмы Silicon Power. А также в более дорогой и известной фирме WD. Конечно же это в бюджетной версии. А данный диск, как и положено, вам прослужит длительное время, как от любой другой фирмы WD или Silicon Power. Ну а покупать вам или нет данный диск решать, конечно вам. Я лично купил его на замену своему. Ну а все ссылки на данный вот SSD диск внизу в описании под этим видео. На этом все, спасибо за просмотр. Если понравилось видео, нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а также не забывайте посмотреть другие видео на нашем канале. Новости, топы, рубрику инфо. Удачи всем и до новых встреч.